7 декабря на дворцовой сцене состоялась театральная премьера. Народный театр Дворца культуры давал спектакль по пьесе «Лилии Мацарь. Жених из шкафа». Постановка режиссёра Марины Павловой прошла при полном аншлаге. Билетов в кассе не было уже за несколько недель до премьеры. Немногочисленный из шести человек актёрский состав поражает своей талантливой игрой. Можно смело сказать, что публика их заслуженно обожает. В спектакле заняты Валерия Гафонов, Наталья Морозова, Светлана Леонова, Дмитрий Гончаренко, Анжела Чумичёва, Владислав Румянцев. Шкаф с женихами, в котором к концу действа поместилось аж трое мужчин, находится дома у двух главных героинь – деспотичной мамаши, продавщицы огурцов с рынка, её сыграла Наталья Морозова, и её 30-летней дочери, психолога Джульетты Потаповны, мечтающей выйти замуж. Роль исполнила Светлана Леонова. Какого же жениха выбрать молодой женщине? Затюканного, как она сама, или сделать ставку на свою первую любовь? На всё дело случая. Обе актрисы просто фееричны, точно передают и характеры, и отношения двух близких родственниц. К ним в дом попадает третья дама – мама Галя, в исполнении Анжелы Чумичёвой, бывшая тёща Паши, которого сыграл Дмитрий Гончаренко. Красавчик-байкер вихрем ворвался в действо и получил в итоге то, о чём мечтал – невесту Джульетту. И это несмотря на все ухищрения мамы Гали, на которые она шла, чтобы вернуть своего зятя. Она трогательно за ним ухаживала, сама пила рыбий жир, от которого отказался Павел. С лёгкостью и задором носилась за ним по сцене. Комично было и её появление после приёма приличной дозы предполагаемой валерьянки. «Как ты выпьешь ложечку рыбью?» «Я не выпью, я не выпью, я не выпью». «Пара, гляди, и Мишенька сейчас выпьет. Мишенька! Как ты мой котик летит в самолёте?» «Да, лучше я сама. Пашенька, посмотри! Это совсем не страшно! Оп и всё!» Владислав Румянцев блистательно сыграл учителя, коллегу Джульетты Потаповны, эдакого неудачника, который постоянно отправлялся прятаться в шкаф. Яркая роль досталась и Валерию Агафонову, сыгравшему отца Джульетты Потапа, который нашёлся спустя 30 лет после знакомства с мамой Зоей и теперь больше не планирует теряться. Выход каждого персонажа на сцену срывал бурные аплодисменты. Эмоциональные голоса, мимика, точно подобранные под актёров роли. В своих образах они чувствовали себя, как рыба в воде. Всё это было слагаемыми успеха комедийной постановки, уже далеко не первой поставленной талантливым режиссёром Мариной Павловой. Зрителю постановка пришлась по душе. В финале – хэппи-энд. Все находят себе пару и становятся счастливыми. Над постановкой спектакля работали не только режиссёры и актёры. Свет и звук – Алексей Бучнев, декорации – Светлана Барашкова, костюмы – Светлана Соленко, балетмейстер – Светлана Долматская. Как вам спектакль? Понравился? Как настроение? Вы почему пришли? На кого-то смотреть или просто на премьеры ходят? Просто на премьеры ходят? Очень понравилось. Хорошо играет. Очень понравилось. Мы приехали из Волока специально на этот спектакль. Очень трудно играть, посмотреть. Они уже много спектаклей поставили. Но я вот только второе ещё и участие. Я вижу. Мне очень нравится. Играет масса. Знаете, очень прекрасно. Странактеры играют, просто профессионалы. Хочется ещё и ещё к ним переходить. И просто для меня был новогодний праздник. Я большое хочу им сказать спасибо. Они как настрадали театралы. Я ходила в Вологде, даже не могу сравнить, что-то сравнить. Настолько эмоционально, настолько классно, настолько мне было приятно сидеть и смотреть. Я смеялась. От души. От души. Спасибо, мы с этим продолжаем. Ой, вообще супер. Надо дальше, да? Продвигаться. Скажите, как настроение? Очень понравился. Замечательный спектакль. Тётя играла шикарно. Подруга играла шикарно. Всё здорово. Очень изумительно. Очень понравилось. В восторге. То есть вы в зале-то были не просто так, да? На сцене ваши как бы... Да. Просто не так. Мы бы и просто так, конечно, пошли посмотреть. Для нашего города этот даже изумительный спектакль. Очень понравилось. Вы восторгались. Вы что скажете? Как играли? Я в восторге от спектакля. Пускай театральная жизнь всегда процветает в нашем городе и дарит всегда только радость и удачу и успех. Как прекрасный спектакль. Всегда приезжай в свой родной город и всегда рада. Рада за Марину, рада за артистов. Прекрасное настроение. Спасибо. Шикарная труппа. У нас рабочая поездка сюда. Анатолий Георгиевич пригласил посетить театр. Ну, честно говоря, очень здорово. Мне понравилось. Наверное, не ожидали, что у нас такого? Ну, честно, нет, я не ожидал. Я очень удивился. Ни одного свободного места, а еще и кое-где и по двое. Я присоединяюсь к мнению Петра. Он к нам приехал на встречу агрохимиков. Буквально два дня назад была встреча. Из Буя мы везем на Дальний Восток удобрения. Из Буя на Дальний Восток мы еще экспортируем на скультуру. Творческих успехов продолжать традиции. Мы сейчас говорим, что театру 90 лет. Ну, это когда нам 90 лет, мы становимся старичками. А театр в 90 лет может молодеть и в 100. Приходят новые актеры, сохраняют традиции театральные, раствор. Выявляя, они любят наш театр. Так что не случайно никого не заманишь, если бы не нравилось. Но зал полон. Нет ни одного места свободного. Это говорит о многом. Замечательный спектакль. Настроение замечательное. Вот я девушкам, девчонкам говорю, что самое главное в комедии – это смеяться. Смеялась от слез, от души. Замечательный юмор. Понятный, веселый. Прекрасный спектакль. Отдохнули, правда? Отдохнули. Вся благодарность руководителю, актерам. Большое-большое спасибо. Мы поклонники под имя нашего Буйского театра. Отлично все прошло. Очень понравилось. Очень рады. Будем еще каждый раз приходить. Я давно не была в театре, в нашем Буйском. И впечатления у меня просто переливают. Я не ожидала, если честно. Мне кажется, лучше даже, чем столичные артисты сыграли. Намного лучше. Просто браво, молодцы. Самое главное – спектакль принят зрителям на ура. Ведь именно буявлянам и посвящают свое творчество народные артисты нашего города. Ну, конечно, большая часть успеха от премьеры зависит от выбора пьесы режиссера. И, конечно же, от игры актеров. Нам было очень сложно делать этот спектакль. Во-первых, всего шесть человек играет на сцене. И спектакль объемный. За две недели до этого у нас был юбилей театра 90 лет. Представляете, какой объем текстов должны быть у актеров в голове. Со сценой были проблемы. У нас была практически, можно сказать, одна репетиция на сцене со звукорежиссером и со светом, и со звуком. Да, сцена всегда занята. Но я думаю, что мы справились. Принимал? Зал очень хорошо принимал. И шутки все прозвучали, все прослушалось. Поэтому я думаю, что отзывы будут очень хорошие. Так, и какая судьба дальше у труппы и у этого спектакля? 11 января мы повторяем этот спектакль здесь, на этой сцене. Ну и, конечно, поработаем насчет выезда. Другая часть труппы. Готовим мюзикл на конец марта. Осторожно, сваха! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова